Немножко выпить, много алкоголя, ананасный пауэр России. Я хочу сесть на свой Харли Дэвидси, собрать всю свою колонну, с своими пацанами, ехать всю Украину. В Сэбэн Украин. Здравствуйте, друзья. Приветствуем вас на подкасте 24.02. Меня зовут Сергей Тымчук. Меня зовут Петрова Елена. И сегодня мы пригласили прекрасного гостя, который сейчас представится и расскажет немножко о тебе. Евгений Родионов. Чем вы занимаетесь? Что вы делаете в данное время? Слегка волонтерим. По чуть-чуть тогда? А волонтерская организация, как называется? Благодарительный фонд «Все буду Украина». Занимаемся помощью переселенцам. Занимаемся помощью в армии. Занимаемся помощью Николаеву с водой. Детям помогаем. Мамам одиноким помогаем. Кормим, одеваем. Обываем. Поем. Евгений, расскажите, как вы начали. Всегда ли это было вашей деятельностью? Или как-то жизнь была... Складывалась иначе до того, как все случилось? Никогда не занимался этим. Началось это 24-го в 4.57. С того момента что-то произошло. Какое впечатление, что на нас напала Россия. Здесь какие-то моменты показалось тогда. На самом деле, на второй или на третий день пришло понимание, что стал я волонтером. Потому что сначала ты делаешь, оказываешь помощь, ты не осознаешь, что ты там делаешь. Просто здесь, там, бац, тут, бах. Ну, а спустя уже, там, несколько дней, ты понимаешь, что у тебя просто бесконечные звонки, сообщения какие-то. И ты постоянно, бесконечно чем-то помогаешь. Началось все, на самом деле... Первое, по-моему, у нас было, это тепловизоры. Это первое. Там, надо помочь перевезти. Еще не было, там, типа, гумпомощь и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, вот с тепловизоров, по-моему, все и началось. Тепловизоры перевозили через румынскую границу. Наши друзья-байкеры. Вот. Потому что других возможностей не было. Друзья скинули с деньгами. В общем, купили 50 штук. Вот. Это было, там, инвойс, что там, около 50, чем-то тысяч. И, естественно, ну, то есть, растамаживать это нельзя было. Ну, и мы как-то дружественным коллективом. Ну, нарушая все принципы мытного кодекса. Ну, это же не совсем внешнеэкономическая деятельность. Ну, тут да. Давайте назовем так. Поэтому ни о каких нарушениях речи не идет. Давайте вас поддержим в этом вопросе. На тот момент мы как бы... Нет, ну, на самом деле перевозилось все там единично. То есть, никто ничего не нарушал. Просто это было очень многочасто. И потом пошло уже как-то... Начали организации какие-то звонить. Львов включился. Ужгород подключился. В основном все там строилось. Логистика, логистика, логистика. Потом закупки, помощь, поиски. Все нормально, все в порядке. И ты уже не там уже. Такой грузился. Просто бум пошел. Расскажи, пожалуйста, чем вы занимались на протяжении этого периода? Если кратко, то есть, на чем у вас фокус? Я знаю, и респект отдельно. То есть, вы с Олегом... По крайней мере, мы с собой вчера общались по ДУСРМ-систему. Но в целом, ну, немногие волонтерские команды к этому пришли. И я когда услышал, что есть еще параллельно кто-то, кто это делает, такой респект, мы с Олегом быстренько скоординировались. Ну, и я ждал еще от вас обратную связь. Мне потом ее сказали. Но в целом, то есть, расскажи, то есть, немножко подробнее. Как? Пришел я к этому буквально после первого разговора, наверное, с бывшим главой гумштаба Одесской области Дмитрием. Все время забываю его фамилию. В общем-то, Дмитрий был главой гумштаба нашего. После того, как я с ним поговорил, я понял, что нам, волонтерам, нужно делать так, чтобы все четко велось. Все учеты велись, все эти заявки и так далее, и тому подобное. Долгий у меня был диалог с ним. Ни к чему мы не пришли. Я решил набрать Олега и говорю, Олег, давай вот сделаем и покажем на нашем примере, как это может быть. Пока мы делали, поменялось еще несколько рук. Мы решили оба совета по гумпомощи. Но мы не остановились. Мы ее доделали, по сути. Я от себя добавлю. У меня тоже был, по сути, я сделал свою серемку вначале. Мы начали с ней работать. Я был на Западной Украине тогда. Вернулся в Одессу. И уже был второй после Дмитрия. Я, честно, не помню фамилии и имена. Он же был. Я вот пришел на встречу. Там рассказал, чем занимаюсь. Мне сразу подошли и говорят, давайте что-то пообщаемся. У нас есть там система, но мы не очень пока вроде бы в ней уверены. Я пришел на встречу, все показал. Они дали мне маленький запрос на небольшую доработку. И показал систему, которой мы пользуемся. Я им сделал сразу за день. Показываю. Жду неделю обратную связь. Потом они говорят, вы знаете, мы решили все-таки на это остаться. Как бы все. То есть, дальше история всей этой. Я не знаю. Я не стал уже туда лезть. Я больше, на самом деле, CRM это уже была как добавочная такая система. То есть, я больше ставил акцент на том, чтобы ввести учет. То есть, я готов был встретиться с руководством Новой Почты. Вот, с ребятами. И готов был договориться с ними, чтобы они помогли осуществить складскую систему. Поставить здесь в Одесском облсовете. Про это проговаривал, но я не услышал. Ну, почему? А у тебя есть еще эти контакты? По Новой Почте? Да их всегда можно найти. Вообще не проблема. Ну, у меня как бы тоже есть, мы потом с тобой обсудим. Потому что у группировок, которые сейчас формируются вокруг фонда «Юкраинь», есть несколько уже складов. И мы как раз хотим наладить процесс. Я подключил несколько ребят, которые из рынка еды наладили процесс. И мы сейчас скооперируемся и хотим сделать качественную работу на складах. Смотри, ну, я за время, опять же, этого волонтерства, я никогда не понимал вообще своего такого конкретного предназначения. Но я за время волонтерства понял, что в течение нескольких часов в Украине можно найти любого человека. Вот, поэтому, когда я предлагал новую почту, я еще с ними про это не говорил, но я знал, что это сделают. Это факт. Поэтому, ну, если надо будет, найдем. Окей, я актуализирую эту информацию. Какие самые яркие вот сайты, скажем так, во время волонтерства, что поразило в той деятельности, которую вы сейчас ведете? Это много чего, честно. Поделись. Интересно, люди, у каждого своя история войны. У тебя своя. Поделись. Да, у нас действительно, где-то там тоже четвертый день войны, я понимаю, что у нас будет крайняя необходимость в медиках. Я понимаю, что у нас будет крайняя необходимость. Ну, мы же не понимали, как оно все будет, да? То есть у меня было понимание полномасштабное. То есть заходят, бомбят, то есть все медики наши заняты. Вот. И вот в эти первые дни я создал три группы. Первая группа медики, это студенты, медсестры, там, стоматологи, да? Прямо она у меня так и называется. Медик во дворе что-то там. Что-то такое. То есть я обращался к людям, все отзывали. То есть вот не было там Тань, я там, электрики, я же говорю, медики, водители. Вот у меня три группы было. Откуда песочница появилась? Потому что я когда создавал, ну, создал группу по логистике Одесса, кто-то там, мы песок возим, помогите. Естественно, я туда машины, я туда топливо. И, ну, и так появилась уже там песочница у меня там в обороте моего волонтерского движения. Вот. Потому что я им в основном давал сначала водителей, искали с помощью нашей группы. А потом уже на топливо, просто я их тарил топливом. Вот. Поразило такое, ну, это, я говорю, это отклик от всех, в принципе. То есть я не могу сказать, что кто-то где-то как-то там, да, отказал, ну, хотя там. Включенность людей, готовность поддерживая. Разные, да, 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 там разные уровни людей, то есть врач и там водитель, да, ну, то есть это разные уровни. Ну, все как один всегда отзывались. Когда я находился в Ужгороде, где-то полтора недели, по-моему, там был, я не знаю, откуда, вообще не знаю, честно. Мне такие люди звонили там. Слушайте, у нас есть фура медикаментов, скажите, куда вам на Одессу можем отправить половинку? Блин, ну, давайте, кто они, что, откуда они взялись? То есть, ну, просто люди звонили, просто вот предлагали. Там водители у меня тоже мои бесстрашные, ну, которые вы знаете, да, эту историю. Ну, это тоже... Мы знаем, но... А, люди же не знают. Ну, да. Ну, есть у нас такой был проект, когда Херсон начали оккупировать. Мы вывозили детей и женщин с Херсона. И, в принципе, инициатива была не моя, а инициатива была Павла, который сейчас числится в числе пропавших. Николаевич говорит, давай возить. Я говорю, ну, ты понимаешь, это риск, это опасность, там стреляют. Я готов, я сделаю отряд, я буду ездить. Поехали, давай. Я говорю, ну, если вы готовы, ну, давайте, что надо? Топливо надо, канистра надо, потому что туда ехали. Получается, машины идут туда. Там он договаривался о месте встречи с людьми. Там собиралась колонна еще из машин. Топливо уже тогда там по 80 гривен, по-моему, за литр было. И мы везли, получается, с собой топливо. Ну, свои машины заправляли, деньги везли, потому что мы не всегда знали, какое количество машин будет. То есть, ну, хотя бы там до Николаева, чтобы они дотягивали. И уже с Николаева там разъезжались кто куда. Ну, и Пашка, конечно, он такой бесстрашный, отважный у меня парень. Надеюсь, скоро его увидим. Верим, во всяком случае, в это. Он первых вывозил детей, женщин под обстрелами Града. Они выскакивали, там прятались в посадках. Ну, с машин выскакивали. Вот. И он приехал к штабу. Слышу, подъезжает. Ну, а мы там кушать детям сразу, там, женщинам. Стол накрываем, потому что мы принимаем же их, потом дальше на Европу отправляем. Он подъезжает, я выхожу, и он говорит, все. Я говорю, что? Мотор в машине застучал. Прямо вот, вот прям он бракуется, у него стучит мотор в машине. Блин, как ехать дальше? Я говорю, что поедем, не переживаю. Нашел бус, его машину на ремонт. И дальше. Меня вот вывозили, старались по максимуму, там. Но в один день он не послушался, когда нельзя было действительно ехать. Он взял и поехал в Херсон. Ну, и все. Машина стоит расстрелянная на дамбе в Александровке, получается. Подъезжая к Александровке, там есть дамба. Вот, и три человека числятся без вести пропавших. Предположительно, так по слухам, что их увезли в Крым. И дальше. Надеюсь, что водители такие отважные. Герои, на самом деле. Я всегда говорил о героях. Евгений, а что позволяет вот каждый день все равно вставать и продолжать действовать, несмотря на такие истории? Я всегда говорю, у меня когда спрашивают, ну, а зачем, чего, там, чего, не уехать, там, ничего, что. Я всегда говорю, а что я внукам расскажу? Уже истории много. Ну, то есть, ну, уеду я, а что я скажу? Нечего будет рассказать. Твой дед уехал. Ну, глупо. Нельзя так делать. Поэтому, ну, вот это и двигает, наверное, вот. Встаешь каждый день для того, чтобы можно было в своем доме с внуками сидеть и рассказывать наши истории. Это, наверное, двигает. Вот я помню, 4, там, 57 этих, да, это второй выстрел уже когда был. Я четко осознал, что это война. У меня еще сын был здесь в Украине, он учится у меня в Польше. Я всем четко нарезал задачи в доме. То есть, кто-то набирает воду, кто-то погреб готовит под бомбоубежище, кто-то собирает документы. Дочка стояла маленькая, наливала бутля воды, то есть, ну, сразу, то есть, я не знаю откуда, но с первой минуты мы поняли, что, ну, что это война и надо четко двигаться. И потом, когда мы вывозили уже сына в Европу, ну, поэтому мы были на западной чуть-чуть. Я ему сказал, что скоро увидимся, значит, скоро увидимся, мы для этого сделаем все. Поэтому двигаемся ради детей, наверное, не знаю, ради того, чтобы было что рассказать, а не для того, чтобы сидеть и прятаться, потому что всю жизнь от стыда, я не знаю. От самого себя. Да, от самого себя, наверное, да. Тут уже вопрос. Или мы, или нас. Мы точно от вопросов. Расскажите про свою команду. Сколько людей, что это за люди, как они к вам присоединяются, или они всегда были рядом с вами? Команда – это вообще уникальная история. 23 человека изначально было. Откуда они все взялись, тоже не понимаю. Вообще не понимаю. Что-то непонятно, просто притянул. Они просто приходили, мы хотим вам помогать. И нам то, что чем-то. До 23 человек мы доросли. И потом где-то там, тоже, наверное, после 5 апреля, как ребята пропали наши, мы пошли на убыль. То есть остаются, ну, кто-то пошел на работу, кто-то не выдерживает. То есть, ну, я всегда говорю, ну, то есть, открыто говорите, не надо. Да, потому что, ну, то есть, либо на тебя рассчитываешь, и ты приносишь пользу. Либо мы четко понимаем, что тебя с нами нет, ну, как бы, и мы не рассчитываем на тебя. Это тоже польза. Потому что мы четко понимаем ситуацию. Да, мы четко понимаем ситуацию. Вот. И ребята приходили это всюду. Кто-то там с Фейсбука. Девочка у нас одна была, фармацевт на строковном рынке ко мне вообще подошла. Я сидел, пил кофе. Она говорит, руководитель благотворительного фонда. Я говорю, да, я буду вам помогать. Хорошо. Серьезно. Помогайте. Вот. Водители тоже находились. Не знаю, откуда они все находились. Даже вот группу, когда создавал, ну, там я, может, добавил там 5-10 человек знакомых, допустим, да, тех, кто там. А не своих. И, да, ну, просто там с чем-то человек водитель и просто бац, откуда ты вырос. То есть люди просто приходили отовсюду, на самом деле. Сейчас со мной кто? У нас условно 5 человек. И я вчера тебе рассказывал, да, что я отошел от прямой помощи людям. Я, то есть, готов помогать только там через организацию, допустим. Вот там мамам Одессы, допустим, мы плотно очень помогаем. Ну, вот. Как называется организация? Мамы Одессы. Девочки кормят малоимущих. Мам с детьми, детей. То есть, вот мне проще помочь им, и пусть они там напрямую уже общаются с всеми людьми. Отошел от этого. То есть, я там, допустим, девочки мне могут написать, Жень, там надо питание. Я нахожу им питание, привожу. Все, всем хорошо. Я помог, они помогли. Люди с этой. Каждый на своем месте. Да, каждый на своем месте. Ну, я понял, что напрямую с людьми, вот больше честно, не хочу это. Что именно? Тяжело? Это не та помощь, которая всегда, ну, то есть, это не та помощь, где ты всегда получишь положительное спасибо, отклик и искреннюю благодарность. Ну, при прямых показаниях помощи людям, ты можешь послушать мат. Ну, то есть, могут еще матерными словами как-то оскорбить. Ну, то есть, поэтому не хочу. Люди, конечно, все разные, однозначно всех нельзя под одну гребенку, но мне тяжело. Потому что я там из кожи вон, допустим, вылажу, чтобы что-то там как-то оказать, эту помощь. В итоге ты еще можешь быть послан. Поэтому лучше этим пусть занимается кто-то другой. Я готов там заниматься какими-то проектами, которые будут помогать. Вчера вот, кстати, с Наташей говорили по поводу строительства этих кракасных домов. Я это предлагал еще в марте месяце нашему губернатору. Отклика тоже не было. У меня есть друзья, которые готовы, знают, как это делать. Я готов искать деньги с помощью фонда. Мы готовы давать рабочие места переселенцам. Плюс мы готовы им же давать жилье. Ну, видимо, пока областному совету не до этого. Они же уже делают это. Ну, вот мы сейчас, да, они там делают на Западной Украине. Ну, в Одессе тоже, думаю, смог. Вот, когда безопасность просто чуть... Вот мы вчера так вот раз и поговорили, получается. При том, что мы с Вадиком давно, много лет знаю Вадика с 15-го года. Но видишь, как хорошо, что вы встречаетесь вместе. Вот такими интересными проектами можно заниматься. Это мега-благотворительность получается. И ты не имеешь прямого контакта с непосредственно людьми. Знаешь, мы пришли тоже к такому выводу, что мы концентрируем сейчас. Каждая волонтерская команда... Я даже, когда вот у нас встреча проходит, ты заметил, наверное, я спрошу, на чем вы концентрируетесь? Да вот мы вчера вас выделяли как кураторов волонтерских команд. То есть идея в том, чтобы каждый был на своем месте и фокусировался на этом. Потому что то, как мы делали створ в начале войны, уже не работает сейчас. То есть мы не можем в разнобой стрелять, по воробьям из ружья. То есть это неправильно. Это наши ресурсы тратятся личные. Мы можем не тому человеку помочь по факту. И мы не получим того личного удовлетворения, которое нужно в любом случае любому волонтеру. То есть нужно какое-то поглаживание по голове, хотя бы база. Мы бесплатно это все делаем, тратим много сил и энергии на то, чтобы помочь людям. А если получаем еще какой-то фидбэк негативный, это не то, что не помогает, это очень сильно пускает тебя в эмоциональном состоянии. И вот это выгорание, которое ребят многих уже, и у нас в командах тоже это происходило. Оно положило многих ребят. И я, так сказать, открутил. Буквально на этой неделе мне звонила девушка. У нас в команде была тоже фармацевт. Она переехала в Белограднестровский, звонит мне, кстати. А завод Белство у нас есть такой большой. Вот она там устроилась. Мне говорит, Сергей, у меня там по бизнес-служиву вопросы есть к вам по серой системе. То есть она жила уже немножко, но до этого она уходила, по-моему. Чуть-то не могу в магазин работать продавцом, чтобы себя обеспечить. То есть этот момент важно понимать. То есть нас сейчас все меньше и меньше, но мы хотим Центром поддержки волонтеров сделать так, чтобы сохранились ребята и в долгий путь прошли, потому что нам еще надо восстанавливать это все. Дома строить, да, там и все остальное. Ты знаешь, мне кажется, вот когда вопрос идет до восстанавливания, то новая волна будет? Нет. Нет? Мне кажется, наши в кавычках политики просто не дадут возможности к свободным доступам, к восстановлению. Вот мы уже сколько это тоже оговариваем. Мне кажется, не знаю, либо будут меняться политики. Либо мы можем простроить все-таки свои границы и свои требования, потому что мы достаточно уже окрепшие. Мне кажется, что волонтеры становятся как журналисты следующей колонной, с которой приходится считаться. Потому что все-таки, если бы не они, если бы люди не встали, все абсолютно умеющие, не умеющие, на энтузиазме, на страхе, на горении, я думаю, что ситуация была бы совершенно другой. У нас свой фронт. Я уверен, что мы не дадим вот этого произойти, потому что люди уже понимают, что у них есть силы в их руках. Это не то, что было до войны, до 14-го года тем более. То есть мы с каждым годом понимаем, что наша хата не с краю, мы здесь и сейчас, и мы должны делать то, что каждый может. Когда мы сейчас с вами обнаруживаем, вот на отчете произнесли такие цифры, немножечко напрягающие, относительно того, что если, например, мы окажемся заблокированы от поставок, то насколько хватит внутреннего обеспечения продуктов, сколько мы сможем продержаться. И цифры такие, знаете, не такие, как должны быть. Это значит, что мы мало того, что были не готовы к этому, мы не успеваем готовиться. И для того, чтобы все-таки привести ситуацию, чтобы мы никогда больше с этим не столкнулись, чтобы можно было со страхом бороться хотя бы тем, что окей, все спокойно, у нас с вами есть вот это, вот это, вот это, и у нас с вами есть какой-то план, как мы будем действовать. И все о нем знают, либо знают, где о нем можно узнать, либо знают, кого об этом можно спросить, и кто на этот вопрос ответит. И для того, чтобы так больше не получилось, я не думаю, что мы оставим в конечном итоге возможность каким-то третьим лицам принимать решения за каждого гражданина. То есть здесь все равно придется перераспределять ответственность и брать ответственность на себя за себя. И волонтеры станут, скорее всего, вот этой силой, которая скажет о том, что либо надо отчитываться, либо надо согласовывать решения. И мне кажется, восстановление, ну, для меня, например, необходимость восстанавливать нашу страну, мир, где мы живем, это как раз то, что позволяет сейчас не сдаваться. Потому что иногда очень хочется притвориться мертвой и не делать ничего. Как мне вспомнился один наш современник, куля в лоб, так куля в лоб. Поэтому, собственно, я думаю, что мы решаем, восстанавливать будем. Я говорю, наша задача сейчас охранить тех ребят, тебя, в частности, твою команду, чтобы вы были с нами и помогали хотя бы точечно то, что вы можете делать. И я понимаю, что нужно и восстанавливать и бизнес, чтобы рос, и бизнес возможностей, потому что чем больше ребят мы будем трудоустраивать, даже хотя бы на полурабочего дня, тем у них будет и кров, и обеспечение продуктов. То, что мы вот хотим, это один из ключевых проектов, который я очень надеюсь, что получится сделать, чтобы волонтеры начали получить хотя бы позвольную какую-то заработную плату. Ну, вчера же Наталья говорила, да, по фондам. Ну, вот, если с фондов, вот, там, 20%, которые можно забирать на обеспечение, оттуда можно платить зарплату, но это фонды должны быть такие, то есть, с грантами такими. У меня, допустим, фонд, это все, там, условно, обычные люди, да, отправляют деньги, там, Европа, наши, небезразличные бизнесмены, так скажем. Ну, то есть, это не те суммы, где мы можем у тебя, где езжешь в том, чтобы вот это сделать врух, ну, который то, что они помогают, чтобы обединить эти все усилия, и можно было общаться с большими, ну, организациями европейскими, которые рассматривают заявки от миллиона долларов, да, ну, то есть, вот, мы сможем, что мы сможем это свой, нужно показать, вот, объединиться с помощью этого меморандума, показать, что мы оказали помощь на вот такую-то сумму денег, все вместе, там, 15 организаций, и вот мы сможем, если вы нам предоставите эту возможность, это распределить и помочь еще и другим городам, и это все будет отчетно, прозрачно и четко. И подобные партнерства еще предполагают, что, например, если вы подаетесь на гранты, очень многие гранты имеют ограничения по тому, ну, сколько вы существуете, то есть, они не очень лояльно относятся к вновь образованным организациям, и подобные партнерства, допустим, дают возможность вам создать отношения с каким-то старым фондом, или с старой общественной, общественной организацией для того, чтобы подаваться на гранты с кем-то, у кого есть предыстория, некая репутация. И как раз вот грантовые средства могут какие-то вопросы позволять закрывать. То есть, этот процесс можно запустить, и я рад, что мы копирируемся и с Аней, и вот даже девушка, которая была вчера на встрече в Вышиванке, не помню, Мария, да, по-моему, она тоже, они с 14-го года волонтеры, то есть, есть организации, которые давно волонтеры, это круто, мы можем у них опыта поднабраться, а где-то что-то новое привнести. И мы для этого и хотим объединять и дружить, потому что понимаем, что не нужно изобретать велосипед, у нас нет времени на это. Колесо, точнее. Еще, кстати, вопрос, сразу можно, в рамках рабочего пространства, да, основатель пространства ОСЬ, который вчера нас пригласил, гостеприимно, да, приютил для нашего встречи номер 3, они готовят проект для переселенцев, для поддержания культурного кластера. Я могу дать ему ваш номер телефона с тем, чтобы, если у вас есть ребята-переселенцы, возможно, каких-то молодых людей, можно отправить к ним, у них образовательная сфера с социализацией, с монетизацией, с разработкой проектов, которые на Европу ориентированы. То есть это как раз вот могло бы помочь вам. Номер можно дать, но у нас мы всех отправили на Европу. Ага, я поняла. И, во-первых, у нас были только девочки с детьми, мы никого другого не брали, так как оттуда с Херсона не выпускали. Ну, я думаю, мы еще попрашиваем, в любом случае, но твой номер дадим тоже. Не, ну давайте. Это ребята очень классные, поэтому, собственно, будем. Вот еще, ну, мы тоже говорили на встречу, у нас может быть две локации, то есть либо на Екатеринске, либо здесь вот мост, пространство, и нам еще там некоторые возможности могут дать там же. То есть тут будет квартал, если получится очень удобно. Волонтерский. Да, да. Мы так мечтаем, да. О чем мечтаешь ты, Евгений? Я мечтаю, чтобы закончилась война. Да ладно. Чтобы я недели две посидел на даче. Один. Вот реально один. С соседом, правда. Мы на рыбалку ходим. Помолчать вместе, да? Да. Есть о чем помолчать. Возможно, немножко выпить, много алкоголя. Немножко много. И потом я хочу сесть на свой Харли Дэвидсон и объехать всю Украину. Собрать всю свою колонну пацанов. Многие сейчас в ЗСУ. Но даже к ним могли бы заехать колонны. И хочу реально объехать всю полностью Украину на мотоцикле с своими пацанами. А потом начать строить Украину. Да, будет так. Вот, ну, это такая вот мечта. Чуткая визуализация. Да. Я вот еду, 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 везде ко всем заезжаю. Чьи телефоны есть военных, ко всем заезжаю, со всеми обнимаюсь. Очень хочу этого. Надеюсь, скоро. Пусть так и будет. Еще теплый сезон, так сказать. Еще хочу попросить тебя рассказать про ребят, которые помогают нам организовать этот подкаст. Кроме Дэда Студия, которую мы обязательно поцелуем лично при встрече. Да. Есть такая IT-компания Валдикс. Правильно? Ничего не... Все правильно. Компания Валдикс, которая поддерживает наш подкаст. Это ребята, айтишники, которые, собственно, помогают нам здесь находиться и, собственно, создавать этот контент, поддерживают нас. За что огромный респект. Спасибо. В целом, IT-это сила наша украинская, агр и IT-это наши такие две... Флагманы. Да, наверное. Два флагманы. Да. Может быть, у тебя есть какие-то моменты, которые ты бы хотел тоже поделиться, чтобы тебя поддержали, еще какие-то... То есть мы это можем оставить под видео в описании. То есть расскажи о каких-то проектах или инициативах, которые ты планируешь, чтобы тебя можно было поддержать. Даже твои бизнес-инициативы, которые ты не досказывал, можешь рассказать, потому что это все равно крутые инициативы. Так как я большую часть своей жизни занимался импортом в Одессе, на сегодняшний день импорта нет, и ближайший год, я думаю, не предвидится, даже если завтра закончится война, порт быстро не наполнится, работы больше не появятся с контейнерами. Вот, и нужно что-то новое искать. Вот, я решил попробовать немножко себя в торговле, и надеюсь на следующей неделе уже будут первые сухпайки под моим брендом, под брендом Эколайф. Вот, у нас есть, у нас есть уже предварительный заказ на 2700 сухпайков, вот, сухпайки будут в металлизированных таких пакетах, очень компактные, их достаточно залить там кипятком при открывании где-то на 7 минут буквально, и ты получаешь там плов, борщ, суп, гречку с мясом, допустим, пюре с курицей, получаешь полноценные, по сути, первое, второе. Это будет исключительно коммерческий проект, буду пробовать продавать его на армию, через, я так понимаю, какие-то военторги, буду искать выходы, кому это предлагать, но буду пробовать. Вот, это первое. Второе, супруга занялась тоже, надо чем-то заниматься, она в туризме у меня, туризма у нас нет, то есть, супруга занимается кроссовками, женские, мужские кроссовки в зале, будем пробовать тоже продавать, то есть, но, естественно, мужские более там с уклоном на тактику, так что, вот, ну, по достаточно вменяемым ценам в розницу, там, не знаю, грин 600, не знаю, 800, ну, в зависимости от... Я прям уже готова поддержать ваш бизнес. Таня потом скинет, вот, они сейчас готовят странички на пром.юа, в LX делают там объявления с Юрой, с коллегой, с ее. Вот, и, ну, то есть, это пока два направления, которые, ну, так, пробуем себя где-то, да, то есть, найти. Дальше, конечно, я не покидаю этой сумасшедшей идеей сделать какое-то производство, вот прям, вот, ну, вот хочу, не знаю, что, но хочу, чтобы что-то производить, чтобы это было наше, чтобы это было произведено в Одессе, и чтобы это можно было продавать на экспорт, не знаю, что-то придумаем, по-любому, вот, поэтому, ну, пока вот таких вот два маленьких проекта, но, надеюсь, скажем так, на проживание в такое тяжелое время нам хватит пару копеек заработать, вот, плюс, с сухпайков, естественно, планирую 10% на, ну, бесплатно через фонд уже на ЗСУ, вот, то есть, будет, условно говоря, организация, которая делает благотворительность на фонд, и фонд уже будет передавать, ну, это потом, потому что сначала надо строить процесс, да, конечно, то есть, стоимость, где-то одного там пакета, условно, там, 50 гривен, там, разные там, в зависимости от того, что это. Круто, удачи тебе в этом, спасибо. Я еще порекомендую, есть такой блогер, Алексей Дурнев, знаешь, ты не знаешь, он делал данный обзор на сухпайки, он делал, типа, наших вражерских сухпайок и украинских, два, удесских как раз был сухпайок, и львовских, ребят, посмотри, пожалуйста, очень полезно будет. Посмотрел, потому что, ну, вещь нужная, я вот с военными общался, они, особенно те, которые выходят в поля, там, ну, разведка, допустим, да, они идут на лайт, они себе два, три пакета себе кинули в карманы и пошли. То есть, они там могут себе уже там какие-то сутки сидеть, 100%, там, у них есть, есть что покушать. Ну, то есть, должна быть тема актуальна, будем смотреть, как будет продвигаться. Там еще надо какую-то надпись будет сделать, русский военный корабль. Лучше все будет Украина, мне очень нравится, как это звучит. Да, отлично. Я предлагаю всем, кто нас слушает и смотрит, если вам импонирует Евгений, также как и нам, подписывайтесь на его соцсети, подписывайтесь на соцсети его благотворительного фонда, поддерживайте благотворительный фонд, либо, как и я, купите кроссовки. Также призываю вас подписываться на нас. Ссылочки все найдете под этим видео и под этой публикацией. Да будет мир. В комментариях пишите, какие у вас есть идеи, предложения, пожелания, кого хотите еще увидеть, может быть, у вас есть рекомендации. Мы готовы делать телемосты еще и международные, и международные, поэтому делитесь информацией, а мы это решаем. Спасибо большое всем. Все будет Украина. Все будет Украина. Все будет Украина. 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 Украина.